Катенька, приветствую тебя, дорогая. Как у тебя дела? Дела отлично. Слушай, я под таким впечатлением, я смотрел случайно в интернете видео с Кашпировским, когда он выступал в Киеве, в Большом зале выступал. Вспомнил сразу про Райкова. Райков тоже гипнозом занимался, о гипнозе он внушал высокую планку, что вы гении, детям внушал, они лучше рисовали после этого. А Кашпировский тоже высокую планку давал, он говорил, что пропадают рубцы, там вылечиваются грыжи, избавляетесь от всех болезней, тоже высокую планку давал. Вот. Это очень важно, что давали высокую планку. Ну, к Кашпировскому как-то вот подошла журналистка Савка Байчева, когда в Софии он там проводил занятия в Болгарии. Она международная журналистка, которая про меня книгу там писала. Она его спросила, как вы относитесь к методу ключа. Он сказал, что это всё слабо, это всё слабо, потому что в гипнозе глубокое состояние, а когда люди саморегуляцией какой-то занимаются, аутотренингом занимаются, это слабенькое состояние. Это меня немножко посмешило, потому что, во-первых, Минздрав там, и многие-многие печатные органы потом писали против Кашпировского, всякие критические заметки, даже были люди, которые себе карьеру на этом сделали, что там некий профессор Лебедев постоянно писал в газетах, как это вредно и так далее. Я согласен с тем, что массовые сеансы гипноза, бесконтрольные люди, они очень могут принести вред человеку, потому что бесконтрольный процесс у нас как делается, когда человек снимает зажим и выходит на состояние саморегуляции, потом мы ему говорим, есть стадия последействия, что потом посидел, пустил мысль на самотёк, и что организм требует в этот момент, он это и делал, и вот этим исполнением потребностей организма и нервной системы, которая возникает после раскрепощения, этим исполнением требований организма, он и восстанавливает своё здоровье, свою целостность, свой баланс. А там, где он закончился, люди пошли, значит, домой, они ещё некоторые в этом состоянии находятся, и у них нет вот этого момента, когда надо понять, что тебе нужно после этого. И вот это вот бомбардирование психики, значит, всякими напряжениями, а для некоторых в этот момент, может быть, спать хочется. Вот у нас стадия последействия, да, после разгрузки. Они ещё не вышли из состояния, уже получают другую информацию. Да, но главное, главное, что я тебе сейчас скажу, и для всех участников школы «Хомофутурус Человек Будущего», чтобы они понимали, что глубина у нас может быть и в ключе к гипнозе очень большая. И вот почему. И чем отличается, и чем отличается от гипноза, когда психотерапевт проводит занятия, и когда человек сам занимается ключом, чем отличается? Значит, там есть аффект. Когда гипнотизёр проводит занятия, вот там Кашпировский всё время бычьи-то глаза, он такой уверенный, они все такие, как птички, там сидят, хлопают ладоши, радуются, вот, а он такой вот серьёзный, то есть он несколько авторитарный такой. Однажды он даже в газете где-то говорил, что психологию толпы я знаю как никто. И поэтому он очень много сил прикладывал для того, чтобы выглядеть авторитарным, таким жёстким, таким директором, понимаешь? Но это вообще ни к чему это, во-первых. Он просто этого не знает. Во-вторых, дело в том, что когда он проводил сеанс, он всё время выводил на сцену людей, и они рассказывали, какие они получили результаты. Там рассасывались швы, а у Райкова там лучше рисовали. Вот Кашпировский просто не знал, что он этот сеанс мог использовать и для этого тоже. А Райков не знал, что он мог использовать это состояние и для этого, понимаешь? Это ключ его универсальный. Он и там, и там может помогать. Так вот, планка цели у них была высокая, и это очень важно. Второе. На самом деле очень многие люди избавлялись от швов таких всяких послеоперационных, от липом. Там я помню одно видео было, что женщина говорит, у меня пупочная грыжа пропала. А там мужчина выходил, он говорит, что вот я не мог руку поднять, два года ходил по врачам, а теперь смотрите, как я поднимаю. Это поразительно. Это поразительно на самом деле, потому что функциональные резервы у нас мощнейшие. И вот наши участники школы Homo Futurus тоже должны понимать, что если они поднимут высоко планку цели, и у них будет эмоциональный аффект, который у них в зале там возникает, они же все друг друга индуцируют. Но они как-то в поток входят. В поток ходят, конечно. И вот этот вот высокая планка цели, и он им не рассказывал вот эти механизмы, как я долго, ну, рассказываю. Поэтому я немножко свой авторитет так принижаю, потому что я не директивный человек, и мы не гипнозом занимаемся, и не лечением занимаемся. Мы просто обучаем человека самому это все делать. И вот я теперь скажу самое важное. Самое важное заключается в том, что он спрашивает у женщины, а что вы, говорит, чувствовали во время сеанса гипноза? Вы теряли ориентацию или вы засыпали? Что вы чувствовали? Она говорит, да нет, я, говорит, все слышала. Я просто сидела, говорит, внимание, внимание, котенька. Я, говорит, просто сидела и делала вот так. О! А мы же и даем людям перебор разных вариантов повторяемых действий, чтобы каждый путем перебора находил свое повторяемое действие. Либо там мы говорим, как у Толстого Лёвина, лук косил, либо на лыжах, либо там хлёст руками по спине. Ну, короче говоря, сетка, принцип сетки. Когда человек западет на какое-то действие, когда он легче всего повторяется на автомате. Получается, человек в этом состоянии подсознательно сам сбрасывает себе напряжение и ищет подходящее себе упражнение, которое мы даём сознательно. Сознательно, правильно. Поэтому боевой транс, творческий транс – это поток. Потом, значит, ораторский транс, когда людей учат выступать. Лечебный транс, транс изобретательский. То, о чём говорил великий Альтшулер, это говорит избавиться от стресса, от страха ошибки, от авторитарности, от стереотипов, от комплексов и иметь свободное сознание, чтобы изобретать, чтобы не было штампов, находить новое. На самом деле, когда человек ходит туда-сюда по комнате, это повторяемое движение, и думает над какой-то проблемой, уже ищет решение. Просто врачи раньше вот это то, что он туда-сюда ходит или ногой качает, или пальцами стучит, или голову чешет, называли нервными движениями. Они никак не сопоставляли это с тем, что в этот момент человек не просто нервничает, он какой-то вопрос решает. Этот вопрос, который он решает, у него и вызывает напряжение, которое он снимает повторяемым движением, автоматическим. То есть получается, когда человек делает повторяемое движение, он как работает, получается, сам себя лечит, а врачи это выставляют как наоборот. И вот оказалось, что просто вот мы обучаем людей путем перебора различных автоматических действий, или действий, куда он легче входит в автоматизацию продолжения, как в разгрузке. Мы обучаем людей найти то действие, которое совпадает с ним лично. А кому совпадает там плавать, другому совпадает там... Люди вот на палочках ходят, канадские палочки там вот эти, ну тоже входят в это же состояние, и поэтому говорят, ой, как нам это помогает. Но дело-то в чем. Дело в том, что она говорит, нет, я не засыпала, я, говорит, все слышала, все понимала, просто делала вот так. А я смотрел там в зале, люди вот так сидят, делают у Кашпировского. А у нас человек без всякого Кашпировского это делает, если он это будет делать, он тоже вызывает у себя это состояние. Таким образом, ключ к ораторскому трансу, к творческому трансу, к изобретательскому трансу, к боевому трансу. На самом деле, это то действие, которое ему легче повторять, снимать у себя зажатость, зажимы, и выходить на состояние свободного сознания. И Кашпировский там говорит такую вещь, ей, вы, говорит, не отключались, вы не засыпали, я, говорит, тоже против того, что говорить, что люди в трансе засыпать должны. Они не должны там засыпать, он говорит, они испытывают облегчение. Правильно. Но все, что включаем. А что вот неправильно, сам Кашпировский этого и не понял. Что на самом деле надо было учить людей этому, а не делать бычьи глаза, и авторитарным спором собрал на это. Почему еще я это увидел, и эту разницу хочу сказать, потому что там один мужик, и он говорит так. Мне стало сразу лучше на следующий день, потому что я смог сделать, кусочек мяса поел, а то у меня два года был спазм, а пищевода я не мог есть, а теперь я поел, и теперь я такой счастливый, и мне хотелось пойти на следующий сеанс, и я теперь к вам хожу уже несколько дней, то есть у них появилась потребность сюда ходить. Так у нас же тоже... Снимать за напряжение и достигать целей. Но для того, чтобы достигнуть целей, нам, например, не надо никуда ходить. Нам не надо никуда ходить, но главное, у нас же тоже после разгрузки люди говорят, когда они нашли повторяемое действие, думают, о чем думается, свободный поток сознания, свободный поток, то есть свобода появляется. То есть в этот момент некоторые говорят, а мне хочется все время это повторять, это хорошо или плохо. Конечно, повторяю, вот как тот мужик говорит, я хочу к вам на сеансы ходить, к Шпировскому. Но он же не знал о том, что ему хочется ходить, не только потому, что он теперь лучше есть стал, или там кто-то стал худеть, или у кого-то пупочная грыжа исчезла, или у кого-то пупцы, или липомы рассосались. Да, не только поэтому, а потому что мозгу дали свободу, и он начал накапливать запас питательных веществ. Он разрядился, как смартфон, поэтому у него страхи, напряжение, психосоматические болезни. Он снял напряжение, стал восстанавливаться, ему хочется и хочется продолжать, и ходить на сеансы. А у нас тоже после разгрузки, если человек до этого психосоматика, или что-то, ему хочется продолжать и продолжать, и на следующий день он говорит, мне все время хочется продолжать. И сколько надо продолжать? Я говорю, делай неделю. Каждый день, как тебе хочется, столько и продолжай. Так что же, я в чужихах буду? Да нет, как только восстановишься, уже тебе... На необходимости станет намного меньше. Конечно, то есть ты побыл, как бы, в санаторий недельку, делал разгрузку. А потом ходишь, просто по выходным отдыхаешь. Конечно, а потом только, когда сильный стресс, тогда опять разгрузка. А так поддерживаю нормальное состояние, пятиминутная синхрогимнастика. Вот такие вещи я хотел рассказать, что мы соединили планку цели Райкова с планкой цели Кашпировского, и обоим бы я мог сказать сейчас, друзья мои, для этого гипноз не нужен, потому что это состояние внутренней свободы добивается за счет раскрепощения, и человек сам может быть свободен без всякого гипнотизера. Вот. И теперь понятно, почему вы говорите, что нужно лечиться свободой. Правильно. Лечиться можно только свободой. До встречи какие-то. До встречи.